В этом видео мы рассмотрим работу с Git, как можно использовать чей-то код, скачать этот репозиторий, что-то в нем изменить, возможно дополнить, улучшить и отправить автору этого репозитория свои изменения с предложением, чтобы он применил данные изменения в своем основном коде. Это называется pull request, когда вы отправляете какие-то изменения автору кода, но для начала нам необходимо их сделать и из какого-то репозитория сделать ответвление, создать форк. Но перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам курс Frontend Разработчик. В этот курс я вложил огромные силы и время. На Udemy, если вы знаете, он уже давно распространяется и был востребован. Много кто уже по нему обучался и были полностью довольны. Но пока на Udemy не работает оплата, я перенес данный курс на Stepik. Это наша российская платформа, тут все прекрасно работает. А также на Stepik я создал 150 тестовых заданий и еще много заданий по написанию кода. Это эксклюзивная практическая часть, доступная только на Stepik. Она очень сильно поможет усвоить весь материал и хорошо его закрепить. Всю подробную информацию о курсе читайте на странице с описанием. Также там есть короткий трейлер курса, рекомендую его посмотреть, это займет у вас пару минут. После ознакомления с подробной информацией, вы сможете принять решение, нужен вам этот курс и будет ли он для вас полезен. Сейчас курс доступен с двойной выгодой. Он объединяет в себе 6 других моих курсов по цене 3. И также специально для вас я создал промокод, который поможет еще сильнее сэкономить. Поэтому не упустите эту возможность, если решите приобрести курс. Количество промокодов ограничено, поэтому не стоит слишком сильно затягивать. Переходите на страницу описания, изучайте все подробно. Там также есть урок в свободном доступе и подробно изложена программа курса, что вы изучите в данном курсе, какие результаты вы получите и многое другое. Друзья, спасибо за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, подписки на мой канал. Также переходите в телеграм и там вы можете узнавать все раньше остальных. В закрепленном сообщении вы можете узнать всю подробную информацию. Обязательно ознакомьтесь. Ну а я же желаю вам приятного просмотра и давайте приступим. На гитхабе вы можете найти какой-то репозиторий, библиотека это может быть, или любой другой код, который вы используете, плагины, модули и так далее. И, например, вы заметили какой-то баг или захотели что-то дополнить, улучшить и что-то изменить в этом коде. Ваши точки зрения это правильно и было бы лучше. Вы можете сделать форк, нажав на вот эту кнопку справа вверху. Сейчас у нас открыт репозиторий данного пользователя. Здесь, как вы видите, у меня сейчас используется другой аккаунт на гитхабе, то есть это два разных пользователя. Но это оба мои аккаунта. Таким образом, я сейчас покажу вам работу с двух сторон. Как это будет выглядеть с точки зрения автора, когда ему придет изменение его кода. И как это выглядит с точки зрения нас, разработчиков, который хочет сделать какие-то изменения в чьем-то коде. Поэтому мы находим необходимый нам репозиторий и делаем от него форк, нажав на эту кнопку, то есть ответвление. Таким образом, мы создаем копию данного репозитория в своем аккаунте. Здесь можно ничего не менять и оставить все по дефолту. Нажимаем Create Fork. Таким образом, мы сделали форк этого репозитория. И все, что мы будем изменять, у нас будет меняться в нашей локальной версии данного репозитория. Никак не будет затрагиваться код автора. И таким образом, сейчас мы ответвление создали, и все наши коммиты с этого момента будут происходить только в нашей локальной версии. Авторы же и другие пользователи на оригинальной странице этого репозитория все эти изменения видеть не будут. Но они смогут найти ваш репозиторий и использовать, например, его код. Но давайте же что-то изменим здесь сейчас. У меня есть большой курс по гиту и работайте с гитхабом. Вы можете посмотреть, как вообще клонировать репозиторий, как добавлять коммиты, что это вообще такое. И пушить весь свой код сюда в гитхаб, в удаленный репозиторий. Но сейчас же я просто покажу вам. Предполагаю, что вы уже умеете работать с гитом и гитхабом на базовом уровне. Здесь мы на вкладке код нажимаем скопировать данную ссылку, открываем терминал и копируем этот репозиторий. Я это сделал в домашней директории, указываю команду git clone и вставляю эту ссылку. Выполняю, у меня идет клонирование данного репозитория. Теперь я вижу, что он у меня здесь действительно добавился. Открываю редактор кода и нажимаю open folder, то есть открыть каталог. Вот он данный код у меня в домашней директории. Теперь мы можем работать с этим репозиторием. Это наша локальная копия и делать здесь абсолютно все, что захотим. На код автора мы никак пока что не влияем. Это полная копия, которая находится только у нас. В нашем аккаунте и также мы сейчас скачали ее к себе с помощью git clone на компьютер для того, чтобы работать с этим кодом. Конечно можно работать и здесь на гитхабе, если вдруг вам нужно изменить какую-то одну строку, можно открыть файл, нажать здесь редактировать и изменить его. Но это не очень удобно, поэтому я буду показывать именно нормальный способ, когда мы используем редактор кода. Сейчас нам здесь необходимо что-то изменить, так как это тестовый демонстрационный пример. Я просто здесь добавлю какой-нибудь фрагмент кода или же даже просто комментарий какой-то, но у вас это может быть абсолютно что угодно. Вы можете здесь удалить какие-то файлы, добавить новые файлы, изменить в целом весь код, readme файл и вообще сделать все, что угодно с данным репозиторием. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Делайте все, что вы считаете нужным с этим кодом. Я же здесь просто добавлю сейчас комментарий. Давайте еще в нескольких местах это сделаем. И вот таким вот образом будем считать, что мы изменили код. Я просто добавил здесь три комментария. Я его сохраняю с помощью Ctrl-S. И здесь на вкладке Source Control в редакторе Visual Studio Code, по крайней мере, мы можем увидеть изменения. Если мы нажмем на этот файл сейчас, у нас откроется то, каким он был изначально и то, что мы изменили в нем. Вы видите, новые строки добавлены у нас были. И как раз таки здесь все это удобно просматривается. Нам же нужно добавить этот код теперь в удаленный репозиторий, вот сюда на GitHub, чтобы все эти изменения вступили в силу. Чтобы это сделать, нам нужно добавить для начала commit. Вот здесь мы указываем сообщение commit. Например, укажем здесь сейчас любой текст. Нажмем на данную галочку. И выполним commit. После этого нам предлагают синхронизировать изменения. Или же мы можем нажать вот здесь Push. Это будет то же самое. Нажимаем любой из этих вариантов. Окей. И у нас идет синхронизация нашего кода, который мы только что изменили, с GitHub репозиторием. Нам необходимо авторизоваться, если вы это делаете в первый раз. Если же вы уже работали с Git и GitHub, то у вас данного окна, скорее всего, не будет. Я здесь нажимаю авторизоваться. Выбрать приложение. И сейчас у меня выполнилась синхронизация данного кода с удаленным репозиторием. После этих небольших операций я ввел свой логин и пароль. Авторизовался на GitHub. Из редактора вышло это окно с всеми необходимыми нам настройками. И теперь, если мы обновим страницу нашего репозитория, то мы увидим здесь 4 коммита уже вместо 3. И последний коммит был сделан именно нами. Вот его комментарий, который мы указывали. И он находится именно на файле index.html. Здесь мы это также видим. Но это больше относится уже к работе с GitHub. Тем не менее, если мы вот здесь нажмем на данный коммит, то мы, в принципе, как раз таки видим все те изменения, которые мы выполнили. То есть мы добавили 3 строки с комментариями. Но эти изменения и любые другие, которые вы проделаете в этом коммите, или вы можете еще поработать, закоммитить и запушить другой какой-то результат в этот репозиторий, будет отображаться только в вашей локальной ветке, в вашем форке данного репозитория. Перед тем, как сделать pull request, я покажу вам, как это выглядит с точки зрения автора данного коммита. Я перехожу сейчас в свой основной аккаунт. И находясь на главной странице GitHub, у меня здесь появляется такое вот уведомление, что пользователь IT-доктор сделал форк такого-то репозитория. Он называется следующим образом теперь, а был изначально вот такой вот наш репозиторий. И мы, в принципе, можем перейти к нашему репозиторию по этой ссылке. Или можем перейти на форк данного автора. Если мы перейдем на этот форк, то мы, в принципе, здесь видим уже код другого пользователя, который сделал ответвление от нашего кода, добавил здесь какой-то коммит. В принципе, можем также с этим ознакомиться. Но эта информация нам практически бесполезна, и этот код теперь будет жить своей отдельной жизнью в данном репозитории. Он содержит фрагменты кода наши, но также дополняет его, изменяет, улучшает, или же делает с ним какие-то другие манипуляции, и это уже становится немного другим репозиторием. Тем не менее, этот пользователь может пойти немного дальше и сделать pull request. Теперь мы можем здесь нажать на вот эту кнопку contribute, то есть сделать вклад. И здесь появляется такое вот окошко, в котором можно открыть окно pull request. Давайте нажмем на эту зеленую кнопку. Таким образом, у нас открываются здесь настройки pull request, то есть что мы можем отправить автору. Здесь, в самом верху, мы видим, как будет выполнен pull request. В репозитории изначального автора, в такую вот ветку, как вы видите, по этой стрелке будет добавлен код из нашего репозитория с такой же ветки. Вы могли, в принципе, и изменить ветку, поэтому здесь это все можно выбрать при необходимости. А этот репозиторий, это как раз-таки наш тот самый fork, в котором мы сделали изменения. Здесь указано, что был добавлен один commit, один файл изменен и один новый разработчик. То есть мы, вот наш аккаунт, как раз-таки тот самый commit и один файл. Все, что мы изменили здесь, здесь указано. Вы могли поработать с этим кодом намного больше, сделать несколько commit, например, изменить большее количество файлов и так далее. И после всего этого вы здесь видите какие-то изменения, что будет добавлено. Мы видим тот же самый наш код, который мы уже рассматривали. И мы можем нажать create pull request. Как вы понимаете, здесь может быть и другой пример. И все зависит только от того, что вы изменили в этом репозитории. Давайте теперь нажмем create pull request. И здесь мы можем указать доголовок и комментарии к данному pull request. Конечно же, если вы хотите работать с другими разработчиками и вносить свой вклад в их репозиторий, то указывайте здесь. Максимально здесь подробно и качественно можно указывать описание. Также здесь можно указывать форматирование, заголовки, жирный шрифт, курсивный, какой-то код, ссылки вставлять, списки. И многое, что поддерживается в Markdown, здесь можно использовать. Поэтому в описании здесь можно написать целую инструкцию даже по тому коду, который вы изменили, добавили, чтобы автор это все увидел, прочитал, понял, что вы сделали, в чем был смысл ваших изменений и уже в зависимости от этого принял какие-то свои решения. Я же здесь сейчас укажу такой же текст, просто добавлю ему некоторое форматирование, чтобы мы увидели, как это будет выглядеть с точки зрения автора. Вот здесь будет какой-то текст. Предположим, что это продуманный текст с описанием ваших изменений. Здесь у нас уже указан заголовок. Далее мы также видим все, что будет отправлено, как раз таки наши изменения. И здесь мы можем нажать Create Pool Request. Давайте нажмем. И теперь на вкладке Pool Request мы видим здесь как раз таки один наш Pool Request, который мы только что сейчас создали и отправили автору. На вкладке Код мы видим все тот же самый наш код. Теперь давайте перейдем к автору данного репозитория. Зайдем с его аккаунта и посмотрим, что он видит у себя, когда кто-то создает Pool Request на его код и как он должен действовать в дальнейшем, для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Сейчас мы находимся снова в аккаунте автора данного репозитория. Я обновляю страницу. И на вкладке с уведомлениями, вот здесь вверху, колокольчик, нажимаю, я вижу одно уведомление, входящее в письмо. Указано здесь репозиторий и мы видим здесь Pool Request. Как раз таки все, что мы создавали с этого аккаунта и отправляли данному разработчику, здесь указано. Название, которое указывали в заголовке Title. Здесь весь текст, описание. Мы здесь можем посмотреть коммиты, которые были выполнены. Открыть и посмотреть, что было изменено. Конечно же, если здесь будет изменен какой-то код серьезно, то нужно будет это все посмотреть, скачать, разобраться, что же было проделано. Действительно ли этот код имеет какой-то важный вклад или это просто какие-то непонятные изменения, кто-то захотел потренироваться или же просто пошутить над вами. Но в любом случае, после того, как вы этот код рассмотрите, вы можете принять решение подтвердить этот код или же отклонить его. Тем самым вы можете добавить его в свой изначальный репозиторий. И сейчас мы посмотрим, как это делается. Здесь в FileChange вы также видите все измененные файлы и строки, которые были добавлены или удалены. Красным бы они подсвечивались, если были удалены, зеленым добавлены строки. И мы видим небольшой фрагмент кода, где это было произведено, в каком месте, на какой строке. После того, как вы ознакомитесь с кодом, вы можете нажать вот здесь кнопку Review Changes и написать здесь какой-то комментарий и отправить его данному автору. Здесь можно выбрать просто комментарий, одобрение, то есть то, что вы согласны с этими изменениями и готовы их принять в свой репозиторий. Или же запросить какие-то дополнительные изменения. Если вам что-то не нравится, вы считаете, что здесь лучше было бы сделать по-другому, вы можете также выбрать третий вариант, написать комментарии. И в таком случае автор это также увидит, возможно что-то изменит и сделает после этого новый pull request вам и отправит его снова. Таким образом, это все происходит здесь на GitHub, вы можете взаимодействовать с разными разработчиками. Но также давайте отправим предварительное сообщение. Чуть позже мы посмотрим, как это будет выглядеть у автора, который создавал этот pull request. Мы напишем здесь любое сообщение. Сейчас я указываю простой короткий текст, для того, чтобы увидеть, где это будет отображаться и как с этим работать. Но вы же здесь при работе с другими разработчиками, конечно, можете все это более детально расписывать и подробно как-то пояснять, указывать комментарии. Я нажимаю отправить. И у нас здесь на данной вкладке идет как раз таки переписка с этим разработчиком, можно сказать, это такой вот своего рода чат. И здесь он вам отправляет pull request или же какие-то сообщения, вы это все видите. Также можете ему отвечать. И после того, как вы придете к какому-то общему соглашению, как этот код должен в итоге выглядеть, вы можете эти изменения принять с помощью данной кнопки Merge Pull Request. То есть выполнить слияние этого pull request, того коммита, который там был с вашим основным репозиторием. Сейчас я приму эти изменения, нажав на данную кнопку и нажму подтвердить слияние. Мы видим, что выполнено слияние. Оно было произведено сейчас. И если мы вернемся теперь на страницу этого репозитория, то мы видим, что здесь в Contributors появился второй разработчик. Тот самый, который делал pull request в наш код. Он здесь также теперь отображается на уровне с нами, так как он внес свой вклад в этот репозиторий. Мы приняли его код, выполнили слияние его коммита с нашим основным репозиторием. И теперь здесь в коммитах мы видим не только свои репозитории, но и других разработчиков. Если какой-то другой разработчик также внесет вклад в ваш код, он здесь отобразится. После того, как вы этот pull request примете и выполните слияние, и также вы здесь будете в совместных разработчиках данного репозитория числиться. Если вам эти изменения не нравятся, вы, конечно же, можете их отклонить и не принимать. В таком случае данный код этого автора продолжит жить своей жизнью в форке. Но таким образом можно ввести разработку совместно и улучшать какой-то один код, писать совместно библиотеку, создавать сайт и многое другое. И не делать это по отдельности, создавая 10 разных копий и у каждого будет, например, по одной какой-то крутой функции, а объединяя их все в одном репозитории. Таким образом, как раз таки и ведется качественная командная разработка на гитхабе с помощью системы контроля версии git. Теперь напоследок перейдем в наш аккаунт, с которого мы делали pull request. Давайте обновим страницу нашего репозитория. После того, как pull request будет принят или же там будет какой-то комментарий указан, у автора будет здесь такая вот информация в данном репозитории. И нажав на эту кнопку, мы видим, что было выполнено слияние нашего pull request с изначальным репозиторием. Можно нажать по этой ссылке, чтобы посмотреть подробную информацию. Здесь как раз таки идет та самая переписка, изначальный наш pull request, который мы отправляли. Далее здесь указаны какие-то комментарии автора. Помните, что я с этого аккаунта писал вот такое сообщение. И далее выполнено слияние, то есть мы написали, что все отлично, мы принимаем этот код и выполнили слияние, то есть добавили его в свой репозиторий. Таким образом, здесь это все отображается. Если бы у вас шла более длительная переписка, здесь бы можно было писать другие комментарии, отправлять их, снова делать изменения в коде, коммитить что-то, пушить и таким вот образом прийти к какому-то соглашению с автором. И в конечном итоге, например, он выполнил бы слияние вашего коммита или может быть отклонил его и написал причину, по которой он не хочет этого делать. В любом случае, вы здесь ведете совместную разработку, после этого наш код добавлен в репозиторий автора. Мы можем теперь перейти на его страницу и видеть, что мы здесь появились в контрибьюторах, то есть совместных разработчиках. И как вы видите, наш аккаунт здесь отображается, также здесь есть наш коммит, если мы посмотрим в списке. И видим, что мы приняли участие в разработке этого кода, внесли свой вклад и таким образом поработали в команде с другим разработчиком. В этом видео я показал вам, как это выглядит с двух сторон, как создается форк, как можно изменить чужой код и сделать pull request. Мы рассмотрели это с точки зрения разработчика, который изменяет код и с точки зрения автора данного кода. Я надеюсь, вам было полезно, вы посмотрели это с разных точек зрения и теперь вы знаете, как с этим работать. Конечно, здесь намного больше дополнительных возможностей присутствует также, но тем не менее, этих базовых знаний вам уже будет более чем достаточно, чтобы начать работать в команде. Ну а если же вам сейчас не все было понятно, как мы клонировали репозиторий, делали коммит, то обязательно посмотрите видеокурс на моем канале, ссылку я оставлю в описании, для того, чтобы вы смогли разобраться с базовыми принципами работы с гитом и гитхабом. И уже после этого посмотрите данное видео повторно еще раз, чтобы вся эта информация уже осознанно воспринималась вами. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оценивайте видео, если было полезно. Пишите в комментариях свое мнение, делитесь с друзьями. И до скорых встреч в следующих видео уроках.